Норвежский опыт для казанских хирургов. Сегодня в образовательном центре РКБ мастер-класс давал профессор Бьерн Эдвин. Норвежский хирург показал, как удаляют злокачественные опухоли печени. Этот метод сами медики называют бережным. После таких операций пациенты выписываются домой уже на третьи сутки. Обычно мастер-классы зарубежных врачей проходят в условиях операционной и методику показывает хирург на реальных пациентах. Сегодня все иначе. В роли больного подопытное животное, ведь хирургическое вмешательство сложное и рисковать нельзя. У анатомии сложное. Много сосудов венозных, артериальных, много протоков желчных. Все их нужно перевязать, их нужно закрыть. Ведь у профессора Эдвина эти пациенты уходят домой на вторые-третьи сутки после операции. То есть это вообще фантастика. В Норвегии эти операции поставлены на поток. В нашей стране их проводят единицы, поскольку такие хирургические вмешательства требуют больших затрат. Чаще в наших клиниках опухоль удаляют вместе с пораженным органом. Профессор Эдвин действует по-другому, избавляя пациента лишь от злокачественных новообразований. Работа практически юбилирная и не терпит промахов. Если мы говорим о проскопических операциях на печени, то пациент через 3-4 дня может уйти уже домой. Если говорим об операциях на поджелудочной железе, то это 4-5 дней. И существуют операции, которые вообще могут быть совершены в течение утром, и вечером пациент уже уходит домой. Продолжение следует... Прямо у эфира свои вопросы нашим гостям вы можете задать именно по нему. Ну, первый вопрос, наверное, будет, исходя из сюжета, который мы увидели. Вот прозвучал термин «бережная методика оперирования». Господин Эдвин, вот к вам вопрос. Что это такое? Как, каким образом ваши пациенты могут выписываться из стационара уже на 2-3 сутки после операции? Бережная техника заключается в том, что мы проникаем вовнутрь через небольшие пациенты. Большие отверстия, то есть мы не оставляем крупных швов. В результате и пациент не испытывает подобных болей в течение длительного периода. И очень быстро мы способны их выписать, чтобы они вернулись домой. И как давно практикуется этот метод? Какой момент был этот метод в практике? Это началось в последних 80-х годах. И это было интересное в начале 90-х годах. И это было интересное в начале 80-х годов. Но сейчас это больше и больше входит в большую операцию и в онкологическую операцию. Вообще метод пришел на арену в конце 80-х. В начале 90-х он начал набирать популярность. Изначально это была работа с небольшими органами, которые вырезались. Сейчас уже достаточно широко известный и широко практикуемый метод. Николай Львович, скажите, вот с конца 80-х эта методика появилась. Но почему только сейчас мы ее, так сказать, перенимаем, устраиваем мастер-класс зарубежных коллег? Вы знаете, я должен сказать, что это немножко не так. В России эта методика появилась, первая операция была сделана в 1991 году. Это была операция по удалению желчного пузыря, которая была сделана в Европе в 1985-м впервые. То есть отставание было всего 6 лет. И российская эндоскопическая хирургия, так она называется, в общем, лапароскопическая хирургия, она развивается достаточно интенсивно, но, к сожалению, нет такого широкого охвата. То есть есть какое-то количество энтузиастов, есть какое-то количество передовых учреждений, которые методику это воспринимают, развивают, продвигают. Но в целом, к сожалению, все хирургическое сообщество пока еще не очень адаптировано. По нашим оценкам, порядка, может быть, 15% хирургов где-то выполняют достаточно продвинутые лапароскопические операции. И если вам интересно, от чего это зависит... Да, что мешает, хотят спросить. Проблемы разные. Есть проблемы и чисто материальные, потому что оборудование, инструментарий достаточно дорого, особенно для продвинутых онкологических операций. И в основном, конечно, это проблема психологическая. Хирургия – это профессия достаточно консервативная по понятную причину. И поэтому далеко не всегда люди могут что-то новое воспринять так быстро. Все сомневаются, нужно проверить. И к тому же это требует достаточно длительного обучения. К чему тоже не все не всегда готовы. Но мы стараемся сейчас менять эту ситуацию. Хорошо, у нас есть первый телефонный звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к профессору Эдвину. У меня достаточно редкий диагноз, и в печени образование 19 сантиметров. В Москве никто не берется, как бы, вот. Как он считает, возможно ли в данном случае оперативное вмешательство? Академия. 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 Академии. Академия. В Норвегии пациенты на достаточно ранних стадиях обращаются. Конечно же, при первом обращении обязательно используется компьютерная томография, ультразвуковое сканирование для исследования ситуации. Я бы отметил, что в течение последних 10 лет мы в большей степени сталкиваемся с случаями, когда при каком-то нестандартном обращении были выявлены незначительные опухоли, недавно начавшиеся развиваться небольшие опухоли в поджелудочной железе. Хорошо, Николай Иванович, вам аналогичный вопрос. Как решить эту проблему в России? Слишком поздно обращаются люди. Вы понимаете, тут тоже проблема сложная, психологическая. Вообще наши люди не очень привыкли лечиться. У нас как-то это не очень принято, не очень принято за после детей. Мне тоже, честно говоря, трудно понять. Вот, например, все мы имеем автомобили, все мы регулярно отвозим эти автомобили в автосервис, делаем обслуживание, считаем, что это правильно, считаем, что логично, что это стоит каких-то денег. И все мы это платим, и все мы это делаем. Но свое здоровье почему-то мы не хотим так обследовать. И, конечно, есть определенные онкологические требования, которые говорят нам о том, что после 40 лет, например, нужно каждый год делать гастроскопию, нужно раз в два года делать колоноскопию, нужно делать ультразвуковое следование брюшной полосы, даже если ты чувствуешь себя прекрасно. Но у нас как-то народ к этому не привык. Вот, это и психологический момент, и еще какой-то все-таки момент, наверное, существует, что не очень доверяют врачам наши люди. Вот, и отсюда такое огромное развитие всякого знахарства, всякого шаманства, каких-то биологически активных добавок, вот этого всего, и люди хотят каким-то более легким способом отделаться от проблем. Нет, это можно менять, конечно, это можно менять, прежде всего, в головах у людей. Когда человек будет больше ценить свою жизнь, когда ему будет больше хотеться жить и дольше хотеться жить, тогда он и будет этим заниматься. Поэтому это сложная проблема, но решаемая. Хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. На ноге удалили меланому. После операции увеличился паховый лимфоузел. Обязательно ли удалять лимфоузел или можно обойтись в химиотерапии? Спасибо. Это кому вопрос? Ну, я думаю, кто может ответить, тот и ответит. Пожалуйста. Ну, давайте... Давайте сначала вы. Да. Ну, знаете, ну, конечно же, сам по себе факт таких вот заочных консультаций по телефону, он неправильный, да? То есть, естественно, посоветовать пациенту вот так на расстоянии, не видя его сто процентов, что ему надо делать, невозможно, конечно, да? Вот. Но, тем не менее, если диагноз меланома установлен, если появился паховый лимфоузел, то первое, что нужно делать, обратиться к своему онкологу. Безусловно, срочно, да? Это то, чтобы выяснить, что там в этом лимфатическом узле. Это может быть воспалительные изменения какие-то вторичные после операции, а может быть, это и метастаз какой-то, не дай бог. Поэтому обязательно уже идти к онкологу, обязательно уже делать исследование этого лимфоузла, наверное, биопсию, ультразвуковое исследование, и дальше решать вопрос о том, что с этим делать. Бьорн, вы согласны с мнением своего российского коллеги? Абсолютно. Я абсолютно согласен с тем, что было сказано Николаем. Точно так же, когда мы имеем дело только дистанционно по телефону, без возможности увидеть чего-то, единственная правильная рекомендация будет в такой ситуации обратиться к вашему онкологу, чтобы начать эти процедуры и вести их правильно. Ну, у нас буквально минута до конца, и очень много говорят о профилактике различных видов заболеваний. Вообще можно ли говорить о профилактике в онкологии? Ну, конечно, можно. Я уже начал об этом говорить. Как? В каком виде это должно быть? Я уже начал об этом говорить. Это должно быть регулярное обследование определенных органов. Диспансеризация. Ну, да, можно сказать, да, конечно, да, это слово известно, но, знаете, это слово немножко себя дискредитировало. Еще при советской власти, когда к этому относились, очень формально. То есть, может быть, пойти куда-то, тебе поставят какую-то печать, какой-то штампик, и все. И не посмотрят даже на тебя. Но вот если четко говорить, каждый человек должен сам для себя определять, и мы должны быть ответственны сами за свое здоровье. И помнить о том, что у нас есть дети, у нас есть родители, у нас есть работа, у нас есть какие-то обязательства и перед семьей, и перед обществом. И относиться к себе более бережно. Вот. Я считаю, что это очень важно. Исследовать рекомендациями такими, что вот, ну, как я сказал, да, раз в год это, раз в год то, рентген грудной клетки. То есть, те органы, которые наиболее подвержены онкологическим заболеваниям, мы их все знаем. Легкие, желудок, пристательная железа, гинекологические органы, прямая кишка. Вот их надо обследовать регулярно. Вот и все. Ну что ж, спасибо вам большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Звонков еще очень много, но нам нужно уходить из эфира. Спасибо большое, уважаемые телезрители, тем, кто нас сегодня смотрел. Это была программа «Тема» с Сергеем Шерстневым. Мы увидимся завтра. Удачи, не болейте. Это была программа «Тема» с Сергеем Шерстневым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...